Деловой партнер проекта рекламное агентство «Утро». С нашим сегодняшним гостем мы обсудим вопросы транспорта, бюджета и развития отдаленных территорий. Встречайте депутат Пермской городской думы Арсен Балквадзе. Здравствуйте, Арсен. Добрый день. Всем вашим коллегам, и вы тоже не исключение, я задаю один и тот же вопрос. Заканчивается год. Что для вас является главными итогами работы вашей и вообще прошедшего года? Потому что для каждого эти итоги разные. Один какой-то результат конкретный выделить сложно, потому что, как мы знаем, самый главный результат... Давайте несколько. Да, когда нет авралов, это уже очень хороший результат, когда все работа идет по графику, когда все по плану. Если брать Кировский район, то, мне кажется, один из важных результатов – это ремонт улицы Кировоградской, которая очень долгие годы стояла без ремонта, в этом году ее провели капитальный ремонт. Также улица Ласвинская. Значит, ремонт, большая часть закончена в этом году, на 2015 год. В бюджете запланированы средства в размере 4 миллионов рублей на завершение этих работ. И в 2015 году эта улица уже будет соответствовать всем требованиям. Вы упомянули бюджет, он тоже принят, и я знаю, что он бездефицитный. В связи с этим есть разные мнения. То есть, с одной стороны, очень хорошо, что город Пермь умеет и будет жить по средствам. С другой стороны, все мы видим, как стремительно дешевеют деньги. Нет ли опасения, что в следующем году с ростом инфляции, с ростом цен нам просто физически не станет хватать этих денег, и придется либо занимать, либо что-то урезать? Нравится мне ваш подход к оценке этой ситуации. Почему? Потому что фактически, да, бюджет бездефицитный. То есть, есть доходы, есть расходы, и они между собой практически равны. Но если брать изменение цен, да, то фактически мы понимаем, по факту, в 2015 году, скорее всего, он уже будет дефицитным. Даже принимая во внимание, что мы не взяли какие-то сверхобязательства, не стали брать кредит и нагружать излишними обязательствами бюджет, мы понимаем, что он уже становится дефицитным. Коллеги предлагали, многие, и обсуждалось это, сделать дефицитный бюджет. В этом есть определенная логика, но надо понимать, что при не совсем понятной конъюнктуре рынка, мы не понимаем сегодня, какова будет собираемость налогов, да, какие будут поступления в бюджет, в том числе за арендную плату, там, за земельные участки, как будет продаваться недвижимость муниципальная. Мы не понимаем на сегодняшний день, будут ли исполнены даже те показатели, которые утверждены. Поэтому брать на себя еще дополнительные обязательства, которые обязательно придется возвращать, да еще с процентами, мне кажется, сейчас надо только под какие-то такие, знаете, железобетонные проекты, которые точно уже есть проект, точно уже сделана документация вся рабочая, и можно взять эти средства и, допустим, там, в год реализовать. Ну, если бы у нас был готов проект на строительство моста через Каму, можно было бы об этом разговаривать. Если бы у нас были какие-то проекты готовые по, ну, я не знаю, там, по каким-то инфраструктурным проектам, можно было бы об этом разговаривать. Типа дорожные развязки. Дорожные развязки, там, например, предложили бы, вот у нас готовая дорожная развязка, на остановке Сосновый Бор, который из Кировского района, из Орджоникидзевского. Да, каждое утро залегает пробки. Каждое утро огромные пробки. Если бы такие проекты на сегодняшний день были подготовлены, и они точно дадут эффект, если уж не экономически для бюджета, то социально для города однозначно, хотя строительство дорог – это экономика всегда, тогда можно было бы об этом разговаривать. Но на сегодняшний день таких проектов, к сожалению, готовых нет. И заходить в кредит для того, чтобы просто деньги потратить на текущие нужды, слава богу, такой необходимости нет. А если все-таки мы понимаем, что денег не хватает, занимать мы не хотим, как вы говорите, собственно, нет каких-то таких проектов, возникает необходимость резать. Что будете резать? Ну, смотрите, на самом деле бюджет же у нас, как говорится, социально направленный, и его очень сложно резать, потому что каждая копейка, она идет на какое-то определенное дело, на определенное мероприятие. Ну, мы же не можем резать, понимаем, зарплаты, которые уходят из городского бюджета. Майские указы – это святое. Да, мы не можем сократить строительство садиков, потому что тоже майские указы, и у нас там с изменениями в проекте «Мамин выбор», вы знаете, да, мы обязаны предоставлять все места детям в детских садах, поэтому эта программа идет. Ремонт и школ сокращать, знаете, а безопасность детей как бы превыше всего. Особых каких-то инвестиционных проектов у города сейчас нет, потому что на это нет средств. Поэтому сокращать, наверное, я так думаю, будут как обычно. Культуру, например, да, мероприятия. Праздники какие-то. Праздники, да. То есть, когда будем понимать, что уже просто бюджет физически не тянет какие-то взятые на себя обязательства, которые не являются первостепенными, их, конечно, придется сокращать. Арсен, вы являетесь депутатом от одной из самых наших удаленных территорий. Это поселок Новый Крым, практически уже Краснокамск. Наверняка вам очень близка тема, которая в последнее время активно обсуждалась. Это маршрутная сеть, транспортный вопрос. Принятие новой маршрутной сети, оно каким-то образом касается в плюс или в минус жителей вашего округа избирательного? Сложный вопрос, потому что начнет действовать новая маршрутная сеть с 1 апреля 2015 года. Но если смотреть именно на изменения, которые происходят пока что на бумаге, которые приняты уже и утверждены администрацией, у нас незначительно сокращается количество рабочих часов транспорта. Оптимизируется, да. Именно как раз по Кировскому району там сокращение порядка 2-3%. То есть, по факту, я думаю, что это не будет... Сильно заметно. Да, я думаю, что это вообще не будет заметно. Не должно быть заметно, во всяком случае. Но делается для того, чтобы оптимизировать выплаты из бюджета субсидий перевозчикам. Надеюсь, что эффект для бюджета будет заметнее точно, чем интервал, увеличившийся между автобусами. Но серьезное, во всяком случае, у меня замечание, поскольку ко мне уже поступило, я не знаю, сколько, десятков, сотен обращений от жителей округа и района в целом. Это касается маршрутных перевозок, маршрутных такси, так называемых. Они у нас действовали по своим особым правилам, как мы понимаем. Они никогда не ездили, честно, если сказать, по тому тарифу, который утвержден в городе. Там за 13 рублей они никогда не ездили. По новому тарифу они тоже навряд ли смогут ездить. Почему? У них определенное ограниченное количество мест посадочных. Они не могут, допустим, возить тех же льготников по проездным билетам, потому что у них просто не будет оборотки, получается. И они к вечеру или к утру не смогут залить солярку, бензин или выплатить зарплату, которая есть необходима. А в чем там проблема? Что запретили эти маршрутки? По новому транспортной схеме их нет. Прекрасно. То есть, я так понимаю, они должны работать на тех же условиях, что большие автобусы, но они не смогут работать на тех же условиях, что большие автобусы, потому что у них совсем другой масштаб. Ну и еще один момент, конечно. Взять, например, поселок Крым, который входит в мой избирательный округ. Там проблемы на сегодня нет. У нас там есть один автобусный маршрут, это 20-ка, и как раз два маршрута маршрутных такси, 7-ка и 8-ка. Один ездит до центра города, один ездит по Кировскому району. Если мы отказываемся от этих маршрутных такси, мы понимаем, что те люди, которые не уехали на этих маршрутных такси, они сядут в автобусы. Если они сядут в автобусы, тогда надо, получается, увеличивать количество автобусов. Если мы видим фактическое сокращение часов в новой схеме, тогда я просто не понимаю, на чем они будут выезжать. И еще один момент. Люди готовы платить больше за услугу маршрутного такси. Они просто говорят, дайте нам самим право решать, на чем мы готовы ехать, и за что мы готовы платить, за какую услугу. Поэтому услуга востребована, и на сегодняшний день от нее отказываться сложно. Это касается не только Кировского района, всех отдаленных районов. Вы сможете, как депутат, на эту ситуацию повлиять? Вы сказали, что, в принципе, есть еще время до апреля. Возможно ли какие-то изменения, дополнения? Я надеюсь, что да, потому что мы разговариваем в диалоге с департаментом дороги, транспорта, с коллегами. Знаете, меры, которые имеют отложенное применение, они обычно никого особенно не касаются, пока не вступают в силу. Пока гром не грянет, да. Да, и когда придет 1 апреля, и окажется, что у нас там два развития ситуации. Либо эти маршрутки не выходят в принципе. Послушались, да, например, и не вышли. Либо они выходят вне правил. Либо они выходят вообще без каких-либо обязательств перед муниципалитетом. И начинают работать сами, да. Можно с ними бороться, можно там кого-то штрафовать. Мы понимаем, что если мы отказываемся от регулирования именно вот этого вида перевозок, то просто он не исчезнет. Он просто станет неподконтрольным муниципалитету. Поэтому я не думаю, что оба этих варианта могут устроить кого-то. Вы упомянули тариф. Все мы, наверное, понимаем, что да, инфляция, да, рост цен и так далее. Там поднимать его необходимо было. Но при этом есть разные мнения. Одни ваши коллеги ссылаются на опыт других городов, где давным-давно уже там 20, 23, 25. Другие говорят о том, что есть города, где тариф, собственно говоря, пониже. Вы к какой партии относитесь? На самом деле услуга должна стоить ровно столько, сколько она стоит. Любая. И мы понимаем, что бесплатного ничего не бывает. Если стоит услуга 20 рублей, а мы говорим, что тариф будет 10 рублей, да, мы понимаем, что эти 10 рублей должен кто-то компенсировать. Потому что у нас чудес нет, волшебников нет, никто из своего кармана не будет оплачивать убытки. Если мы говорим именно о тарифе, то здесь надо понять, за что платим. Чтобы понять, за что платим, надо все-таки понимать, сколько у нас пассажиропоток. Мы можем брать расчетные цифры, знаете, но расчетные цифры, они, к сожалению, не настолько объективны. Если мы говорим о конкретном пассажиропотоке, об учете пассажиропотока, это электронный учет пассажиропотока. Эту систему внедряют уже несколько лет. Если уж не больше, да. И увязывали ее с универсальной социальной электронной картой, пытались сделать. У нас ни карты до сих пор, по-моему, нет толком, ни электронного билета. Опять же, да, администрация обещает, что в 2015 году будет этот проект реализован. Я единственное, что хочу сказать, вот не так давно был в командировке в Магнитогорске и разговаривал как раз по теме транспорта с председателем думы Магнитогорска, с главой города Челябинска. Там совсем, то есть ситуация с транспортом везде сложная, но мне что понравилось, да, при сопоставимых расходах на душу населения, да, на отрасль транспорта, у них, например, проезд для пенсионеров бесплатный на транспорте. За счет чего? Вы же сами сказали, чудес не бывает. Чудес не бывает, но в этом тарифе уже эти расходы учтены. И какой там был тариф на тот момент? Там был тариф на тот момент, по-моему, 15 рублей. Да, и мы понимаем, что если миллионный город при том же тарифе, при таком же населении, может позволить перевозить бесплатно ветеранов, пенсионеров, причем неограниченное количество, какое-то там 10 поездок, я не знаю, там в месяц, а неограниченное количество раз. Ну, наверное, у нас что-то не совсем прозрачно. Поэтому я надеюсь, все-таки, сейчас наметились подвижки в транспортной отрасли в Перми, я надеюсь, что все-таки за 15-й год удастся навести порядок и хотя бы прийти к реальным цифрам. Надо прийти к справедливости, понимаете? Надо понимать, сколько стоит услуга, сколько за нее платит пассажир и сколько доплачивает бюджет. Потому что отрасль транспорта, она в любом месте всегда дотационная. Если взять и сделать ее вывести в чистый рынок, то тарифы окажутся точно неподъемными. Чтобы они были и бизнесу интересны, и жители смогли платить, и такого, наверное, не будет. Потому что там тариф, условно говоря, будет 25 рублей, 30 рублей. Нам надо и амортизацию считать, и рост там ГСМ, и, понятное дело, если при росте цен... Новый автопарк. Да, новый автопарк. И если рост цен, надо повышать зарплату, понятное дело. Поэтому тут все должно быть максимально прозрачно. Есть такое также мнение, что не надо вводить электронный билет, потому что как только объективные цифры увидим, поймем, что у нас тариф очень низкий. Так давайте поймем. Но это будет хотя бы честно и понятно по отношению к жителям. Ну да, желательно, чтобы все понимали, включая тех же самых пассажиров. Конечно, потому что если разложить все и показать действительно понятное и доходчиво, будет сразу же ясно. Напоследок я бы хотел немножко опуститься ближе к земле, а именно в ваш округ. Наверняка там тоже есть какие-то итоги, которые можно подвести к концу года. Что было сделано, что, может быть, не удалось? Ну, в округе традиционно работаем с обращениями жителей. И, как правило, чаще всего эти обращения связаны с вопросами благоустройства. Это детские площадки, просят помочь с кронированием деревьев, с благоустройством придомовой территории. В этом году сделано достаточно немало. Девять площадок детских установлено в округе. Отремонтировано, заасфальтировано семь дворов. То есть у нас Дума приняла решение на каждый избирательный округ конкретно выделить средства на благоустройство придомовых территорий. И это вот первый раз был пробный шар, как говорится, в 2014 году. Также проведено в округе множество мероприятий. Это и посвященные Дню Победы, это и различные праздники, и День Матери, и 8 марта. Дворовые праздники, которые у детей очень популярны. Потому что летняя занятость не все могут себе позволить детей не то, чтобы на море увезти. У них у всех садовый участок есть, чтобы детей занять. Поэтому дворовые праздники здесь совместно с ТОСами проводятся регулярно. Практически там каждый месяц по дворам и конкурсы, и музыка. Но детям нравится. Кроме того, традиционно работаю со школами, с детскими садами. Детские сады в этом году также у меня в округе попросили помочь в переобретении игровых комплексов для площадок, где дети ходят. Также по заявлениям родителей, потому что не всегда есть средства на установку современных игровых комплексов. Ну, вот как-то так. Совсем скоро, буквально через две недели, будет Новый год. Это праздник не только детский, но это праздник всеобщий. Даже взрослые становятся ненадолго детьми. И наверняка все загадывают какие-то желания. Вот признайтесь честно, какое желание вы будете загадывать под Новый год? Какое желание я буду загадывать под Новый год? Есть такая фраза из детства. Она, наверное, может быть банальной, покажется кому-то, или наивной. Но на самом деле хочется мира во всем мире. На самом деле хочется просто, чтобы у нас те результаты, к которым страна шла долгие годы, они захранились. Вспоминаю начало 2014 года, когда проходила в стране Олимпиада, когда был такой душевный эмоциональный подъем, и было действительно единение народное такое, и атмосфера позитива. Я надеюсь, что вот такие поводы у страны для гордости, они в 2015 году тоже будут, и в 2016 году тоже будут. Я очень на самом деле хочу вот этого. И тогда все остальные проекты, которые есть, которые планируются, они будут реализованы обязательно. Ну что ж, замечательное пожелание. Можно только его разделять и подписываться под каждым словом. Но у вас есть еще одна уникальная возможность. Вы можете обратиться ко всем пермякам, поздравить их с Новым годом или что-нибудь пожелать. Прекрасная возможность. Большое спасибо. Дорогие пермяки, уважаемые жители Кировского района в особенности, друзья, соседи, я поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю, чтобы все обязательно сложилось в 2015 году, чтобы обязательно ваши проекты реализовались, чтобы близкие ваши чувствовали себя прекрасно, чтобы все, что наметили, получилось. И, конечно же, желаю новых планов, новых планов по развитию. Кто строит, тому строить. Кто желает жениться, чтобы женились, и чтобы просто все у вас складывалось замечательно. С наступающим Новым годом! Спасибо за беседу, было очень интересно. Приходите к нам чаще. Всего доброго. Спасибо. С вами был Арсен Балкватзе, депутат Пермской городской думы. И я, Валерий Мазанов. Это Лобби-Холл. Смотрите нас на телеканале ВЕТТА. Будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!